В основном говорим мы, а давайте послушаем людей, которые вот что-то про удачу и неудачу могут нам рассказать. Удачных специалистов, скажем так. Ну да, специалистов по удаче. Китсима Майзик у нас в гостях, бизнес-коуч, бизнес-вумен, человек, который верит в удачу, насколько я понимаю, да? Доброе утро. Вы, наверное, знаете, как ее привлечь. Доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем с того, что имя у вас необычное, и вот если почитать его наоборот, то получается... Мистика. Мистика. Да. Почему и как так сложилось? Как так сложилось, это мое духовное имя. Изначально это было имя персонажа в моей книге. И потом, когда я на год ушла в медитации, в дзен, в аскезу, полную отреклась от материального мира для того, чтобы познать себя глубже, поняла, что я и есть тот самый персонаж из своей книги и воссоединилась с ним через имя. Интересно. И, кстати, помогает как-то вот это имя строить жизнь? Очень, на самом деле, да. Я считаю, что оно мне приносит удачу. Не только я, на самом деле, все сейчас мое новое окружение в этом городе, я в Красноярске живу недавно, находит очень большой отклик в сердцах людей, и они тоже воспринимают это как некий, ну, кто-то как триггер какой-то, да, на который дает узнаваемость, а кто-то воспринимает это прям как некий знак на удачу. Ну, то есть необычное имя привлекает очень внимание людей и дает им понимание, что вот так тоже может быть. А в Красноярске недавно Красноярск тоже был не случайным городом, вот, в вашем плане? Ну, я считаю, что вообще случайностей не существует. Я поехала в автопутешествие по России в марте прошлого года. Успела доехать из Иркутска до Красноярска и бахнул карантин. Ну, вот это удача уже оказаться в нашем городе. Ну, да, это мы так думаем и посмотрим, на самом деле, я думаю, тоже удача вам принесет этот город. Но расскажите, вот мы говорим пока что в целом о том, что удача существует, но вот конкретно по вашей жизни, там, были ли моменты, которые вот там при построении бизнеса или вообще, в принципе, жизни были удачными, и что повлияло вот на... То есть вы говорите, случайностей не существует, то есть удача тогда это значит конструируемое какое-то явление? Я, наверное, в последнее время вообще ушла от понятия удача и неудача. Все, что в нашей жизни происходит, это формирует нас, и неудачных вариантов не существует в принципе. Вопрос нашего отношения, наверное, и интерпретации. От этого очень много зависит как раз от мышления нашего, как мы воспринимаем действительность. И в тот момент, когда я уезжала из Иркутска, у меня было ощущение, что я пришла в какую-то точку, и все мое окружение считало, что это, ну, вся эта ситуация обладает критериями неудачи. Но в тот момент я кожей чувствовала, это было абсолютно честное, глубокое чувство, что именно в этот момент, когда, казалось бы, все идет наперекосяк, удача повернулась ко мне лицом и в полный рост. Именно поэтому я сорвалась и поехала навстречу этому миру абсолютно без какой-то точки Б, то есть широко открытыми глазами, с искренней любознательностью, я поехала узнавать себя и мир, которого я еще не видела. Ну, если это не личное, конечно, то есть вот можно назвать все-таки конкретный пример, вот что было такого неудачного, что считало окружение, и как это повернулось вот в удачную сторону? У меня были очень глубокие и искренние отношения с мужчиной, в бизнесе у меня все складывалось хорошо, ну, знаете, это был такой образ жизни, когда, ну, всего достигло, многолетнего... Чего еще желать, да, все есть. Да, да, да. И при этом я чувствовала, я не чувствовала себя счастливой, я не могу сказать, что я чувствовала себя несчастной, я чувствовала себя никак просто. И в этом была моя личная пустота, в которой я смотрела по сторонам и искала, что меня еще может увлечь. Очень важно было вернуть способность удивляться. Оказалось, что все предсказуемо, все понятно. Чем меня еще может удивить эта жизнь? Потому что был пройден тяжелый, достаточно такой долгий путь, в котором все увенчалось успехом или удачей, как это называли. А вот как распознать вот этот самый момент, когда вот, ну, вот действительно кажется, что вот, ну, все плохо, все в жизни не так, но, возможно, это такой, ну, не знаю, момент, когда нужно, там, не знаю, сделать из этого вывод и понять, что наоборот это удача, что ты это понял, там, и так далее. Вот как это вот, как себя убедить в этом? А, не убедишь, но это мое мнение, я считаю, что это можно только почувствовать и признаться себе в том, что мое чувство самое честное, самое правдивое, а не то, что вещает общество и наш ум беспокойный, в котором всегда есть да, всегда есть нет, и они друг с другом спорят, и вот эти противоположности сталкиваются. И именно когда я осознала, что во мне столкнулись противоположные, осталось только открыть свое сердце на самом деле и услышать, что внутри, что я чувствую, на что я откликаюсь. Помогают амулеты привлечь удачу или какие-то вот вещички, неважно, может быть, это даже не амулет с точки зрения вообще в принципе. Ритуал может быть. Может быть, какой-то, не знаю, носовой платок, который удачный, всегда в кармашке лежит, все хорошо. Ну, наверное, в данный момент я ушла от таких вот физических, материальных каких-то амулетов, а тем не менее остались большие кольца, это моя любовь и страсть. Вот. И сейчас, наверное, моим амулетом является имя. Не зря я к нему так прикипела, и на него реагируют очень многие люди. А ритуалы, это стало в какой-то момент частью моей жизни. Я их делаю уже походя, не замечаю, что я что-то делаю необычное. Просто, ну, такие привычки, которые помогают чувствовать себя лучше и как раз не смещаться в сторону вот этого двоякого ума, где много споров, каких-то убеждений. Мы даже иногда не понимаем же, откуда приходят эти убеждения. То есть это наши или они обществом где-то как-то... В общем, большой, если говорить про самую большую удачу, вот если подводя итог нашей беседы, какую можно назвать? Учитывая, что я так понимаю, вы не считаете, что удача – это какой-то там цепь случайности, это конструируемая, да, какая-то вещь? Опять же, зависит от восприятия. Ну, то есть если хочется верить в чудо, можно, конечно, всему удивляться и считать, что это то, что от тебя не зависит или не зависит полностью. Вот я, наверное, больше склоняюсь к тому, что наша удача зависит от того, точнее, она неизбежна, если мы делаем в моменте всё, что можем, всё, что зависит от нас, и при этом не пренебрегаем обстоятельствами внешнего мира, учитываем, что может быть ещё и по-другому, и сдаёмся этому миру на его волю при условии, что мы сделали в своей точке всё, что можем. Спасибо, отличная формулировка. В гостях у нас была Аки Тима Майзик. Спасибо вам за этот рассказ и за... Удачи! Отличную, да, по-другому. Благодарю. Спасибо.